Тренеру сборной всегда тяжело работать, у него слишком ограниченное время, поэтому тяжело, особенно когда два на третий практически, когда заканчиваются игры чемпионата, ты получаешь игроков сделать какие-то тактические схемы, замены какие-то. Я вижу тренер ярломанчерской команды, он не боится, значит, видно команда понимает его философию, понимает его схемы игры, значит, перестроились после первого тайма, значит, сразу же осложнили нам немножечко наши действия. Значит, ну, сегодня сборная Украины выглядела очень хорошо, мы маневрировали, наши игроки правильно располагались, значит, мы знали наши сильные стороны, поэтому у нас есть очень много хороших техничных игроков в средине поля, которые очень хорошо маневрируют, играют в короткий средний пас, значит, при этом очень легко преодолевают пространство между линиями. За счет этого, я думаю, мы создали большое количество моментов. Все игроки, которые вышли на замену, вошли очень хорошо, значит, тот же Зинченко, значит, мы видели, что на правом плане где-то мы начинаем немножечко уступать черской команде, поэтому, значит, заменили Андрея, значит, он отработал очень хорошо, отдал много сил, поэтому много прессинговал, значит, немножко выдвинули Марлаша, подвинули в эту позицию Зинченко. Значит, значит, Виктор Цыганко, значит, находится в великолепной форме, я смотрел много игр Динамо, поэтому он конкурирует со всеми игроками атаки, значит, в своей позиции, значит, он тоже вошел очень хорошо, значит, и тот же Селезнев, то есть все игроки, которые были выпущены, они все сыграли, можно сказать, ключевую роль в забитом мяче. Мы старались нагнетать, создавать моменты, где-то в некоторых моментах концовки не хватило, но я думаю, играли организованно, контролировали игру, создавали моменты, это очень важно, и, конечно, за нашу настойчивость в конце были более, чуть, может, повезло, но тоже оказаться в таком месте Саня здорово ворвался в штрафную и замкнул, выиграли. Думаю, очень важная победа для нас. Ну, хорошо, что мы быстро взбодрились и смогли, конечно, отыграться в конце, но хорошо играли, правда, после этого. Хорошо, может быть, что так все и получилось, они пропустили мы, допустим, на 30-й минуте, а эти 30 минут, может быть, мы играли бы не так хорошо, как начиная с 5-й минуты, правильно? Я считаю, что в актив можно занести первый тайм 100%, играли хорошо и заслуженно забили. Действительно, эмоции были, значит, кто-то из фанатов выпрыгнул, значит, там было все нормально, единственное, там ребята, я так понял, что они просто упали случайно, то есть я понимаю реакцию правоохранительных органов, значит, все-таки они должны охранять порядок, у них есть их работа, значит, я понимаю эту случайную ситуацию, как я видел. То есть я не берусь там анализировать и смотреть, то, что я видел, я вам говорю, значит, кто-то из ребят просто упал, значит, ну и дальнейшие уже события, значит, я пытался просто остановить, многие даже правоохранительные органы, ребята понимали это, поэтому нам удалось забрать нескольких ребят, опять же, охрана, здесь нет ни вины никого. К сожалению, сейчас еду в полицейский участок, буду помогать, там 8 человек задержано, буду помогать и сделаю все, чтобы наши ребята поехали домой, но опять же, надо объяснять, что они поставят под вопрос и болельщики в Харькове будет ли стадион, мы очень хотим, чтобы наши болельщики помнили всегда, что их поведение переносится на следующий матч и, к сожалению, поддержка, которая необходима для нашей сборной, может отсутствовать.